здравствуйте мои дорогие братья и сестры как я вам обещал немножко правда задержался я вам расскажу о двух иконах в храме где я служу храме новомучика испанников российских церкви русской о двух иконах значит начну я с иконы николая чудотворца нас две вот расскажу о них вот вы за моей спиной видите николая чудотворца икону история такова как-то после вечерней службы я вышел и одна женщина стоит на моем месте где стою сейчас я и плачет я естественно как священник под как просто нормальный человек я подошел к ней и поинтересовался что случилось почему вы плачете на что она сказала вы знаете батюшка вот я эту икону вижу это моя такая родная икона игров почему родная поясните и вот она рассказывает историю у нее мама папы как бы не было по большому счету маму умерла когда и было 16 лет то есть уже взрослая девочка ее удочерила или опеку взяла я вот тут немножко не понял ее тетя и тетя сильно болела алкоголизмом и вот очередной раз когда она пришла со школы то увидела что это иконы есть а икон на самом деле очень большая такая если вы посмотрите вот соотношение давайте сделаем так относительно руки вот смотрите вот рука насколько большая икона вот и она и спрашивает а где икона куда делась по что это единственная память о маме осталось которая она и заповедовала что пусть будет эти икона в радость и в молитву и поддержку вот и она говорит я отдала на реставрации и тому подобное время шло не было иконы и девочка как бы выросла потом тетя это сказал что куда-то ее дели наверно продали ну в общем вот так вот ушла эта икона по большому счету у тебя прошу прощения мне тут звонок был параллельно спустя время она поступила в они сами жили здесь на кубани она в саратовской области в институт и познакомилась там с юношей этот юноша при очень так с ней дружился она ему стала импонировать он решил познакомить ее с родителями то есть такой жених можно сказать вот приведя к ее к себе домой она познакомилась с родителями родителям она понравилась вот и когда ее завели в другую комнату говорит ну если что если вот распишите сменчайтесь будете в этой комнате жить и для своего взора неожиданно она увидела эту икону икону которую на оставляла ей ее мама благословляя ее чтобы она молилась и вот где кубань где эта область и вот таким промыслительным образом она увидела икону и мама уже этого юноша сказал что мы будем благословлять вас и эта икона в том числе будет у вас я поинтересовался как же она появилась как очутилась и вот тут все раскрылось она говорит что мой муж ну мама этого юноша мой муж дальнобойщик ехал и он увидел женщину который стоит с иконой он говорит остановился спросил что это с иконой может вас подвести я хочу продать эту икону в итоге выяснилось что она продала эту икону чтобы купить себе опять бутылку выпить вот и это икону он купил ее и очутилась она у них так дома вот так вот промыслительно эта икона вернулась к ним в семью и она подумала что раз так господь промыслительно в ее жизни через этот образ успокоил душу то я дам ее в храм уже позже построен а было еще более старый храм которую я уже не служил вернее еще не служил вот и из того храма сюда ее перенесли в храм где сейчас я служу вот икона николая чудотворца это вот первая икона и вторую вам расскажу тут вообще очень интересная тоже история вот вам покажу икону тоже николая чудотворца икона и сразу вам покажу что здесь есть вот уже люди приносят свои на подаяние благодарность там колечки крестики это часто я такое явление знак благодарности люди приносят в чем же чудо это икона икона сразу посмотрим что не такая большая как-то видите там полторы ладошки в чем же чудо этой иконы эта икона прославилась тем что она вообще у нас вот сама иконочка стояла на подоконнике часто люди приносят иконы ну и пока нету как бы оклада ну стоят у нас на подоконниках чтобы не складировать их там они просто не лежали где-нибудь шкафу стоять на на пол у нас на подоконниках вот и один человек мне скажем так ну интересный человек я не хочу говорить кто он что он под чтобы не было какого-то лишнего мудрования он говорит у меня есть кивот батюшка я хотел бы вам подарить на храм вдруг вам понадобится я говорю ну хорошо привози он не ворованный все нормально он говорит да все нормально и вот мы под нами недели две с ним никак не могли состыковаться то я уехал командировку то еще что-то вот и в один день все таки уже быть может я другой храм я говорю ну хочешь другой храм ни в коем случае это твой одобродитель куда хочешь может туда отдать но я вот уже приехал раз приехали сейчас и я приеду и вот он привозит этот кивот он такой тоже был подразрушенный мы его обновили и повесили эту иконку и вот первое чудо было такое в одной из прихожаночек у доченьки есть такое медицинское выражение детская матка и вот из-за этого она в том числе еще там какие-то были отклонения физические она не могла никак не зачать ни тем паче родить вот однажды на моем месте стоя это женщина ее зовут надежда она стала мы стояла молилась и услышала голос молись и обращайся ко мне и вот она подняв глаза увидела перед собой образ николая чудотворца и стала молиться и что вы думаете сегодня у нас уже деточка есть у этой девочки мы крестили этого ребенка и вот такое чудо по плодам вашим даст вам просите и дастся остальные также можно сказать у человека была антология третьей стадии уже но операбельным был и вот он причастился помолился пришел говорит батюшка благословите на операцию естественно благословил и подошел молился видя уже здесь колечко повесила и вот он говорит я еду в краснодар на операцию делает контрольные мне анализы говорит нету говорит каких-то проблем делает мне анализ я участвую по моему у него печени печени или почки но сейчас не вспомню надо будет вообще записать все эти истории чтобы я не подписались как документально такое подтверждение вот и говорит делать анализы у меня вообще болезнь-то прекратилась здоровый орган по моему печени у него была и вот тоже он в знак своей благодарности повесил здесь колечко свое вот и вот таким образом таких чудес было много кто-то тайно просто приносил знак благодатности которые истории уже нам неизвестны но такая вот иконочка таким образом нашем храме есть это вот две иконочки которые господь милостью своей сподобил быть в нашем храме вообще святынки есть еще в нашем храме но может быть как-нибудь следующий раз о них я тоже расскажу раз свое слово рассказал о иконочках которые есть такие чудотворные нашем храме также поздравляю вас праздником успений царицы нашей небесной богородицы при сна девы марии храни вас господь всех с праздником с вами его священник константин мальцев проект бачка лап бачка любовь аминь аминь